Сегодня Иосиф Кобзов в Госдуме выступил, ну прямо скажем, с неожиданным предложением. Создать на территории ДНР и ЛНР крупный туристический кластер. Предложение действительно неожиданное. Российские депутаты хотят превратить оккупированный Донбасс в постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник. Шахты Донбасса превратить в музеи, ведь они тоже объекты наследия, пусть и не культурного, а индустриального. Проект презентовали в холле Госдумы. Поддержать Кобзона пришли депутаты Говорухин, Зюганов и Жириновский. Я обещаю одним из первых приехать в момент открытия какого-то объекта, тем более на Донбасс мне дорога открыта. Инициативу Кобзона подхватили некоторые российские турагентства. Маршрут Донецк непокоренный, возможность прокатиться из Ростова в оккупированный Донецк, по дороге посетить Саурмогилу. Цена удовольствия 16 тысяч рублей или 8 тысяч гривен. Отдохнуть за такие деньги желающих немного. Удастся ли Кобзону превратить Донбасс в туристическую Мекку? Это говорили о Кобзону, утомленном своим париком, и всех остальных исчателей, которые там у нас сейчас прибывают в Госдумах. И к этому просто не надо относиться серьезно. Подобные проекты не смогли быть реализованы даже в Крыму, где реально есть курорты, где реально можно привлекать туристов. Но у создателей парка Донбасского периода грандиозные планы. Уверены у разрушенного войной региона неограниченный туристический потенциал. Взять хотя бы Азовское море в Донецкой области или Кременские леса в области Луганской. Что еще может привлечь потенциальных туристов в ДНР и ЛНР? В Донецкой области в Солидаре соляное месторождение. Одно из крупнейших в мире и одно из самых чистых. Важный момент. И Кременские леса, и соляные шахты Солидара находятся по другую сторону линии разграничения. И полностью подконтрольной Украине. Санаторий «Соляная симфония» и сейчас принимает отдыхающих украинцев. Но пропагандистов это совершенно не смущает. Предлагают российским телезрителям вкладывать деньги в украинские курорты. Так в день, проведенный в Царстве Соли, для ребенка стоит 550 рублей, а для взрослого на 100 рублей дороже. Вообще вот эта манера взять и вдруг, положив грязные пятки и локти на стол, начать искать применение регионам другой страны, это очень в имперском духе. Это такое, я бы сказал, довольно банальное российское хамство. Тем временем, неподконтрольному Донецку не до туризма. Национализированные украинские предприятия дышат наладом. Работников Донецкого металлургического завода будущее откровенно пугает. Вот то, что Захарченко говорит и объявляет по всем программам, что завод запустили, то-то-то-то-то. У нас нет сырья, агломерата. Вот агломерат завезли, один состав, а его называется ПШИ, на неделю работы. И мы обратно, если не подвезут, если не подвезут с Россией, значит мы обратно остановимся. По имеющейся у меня информации, в Донецке было проведено совещание вместе с определенными кураторами из России по экономическому блоку. Было принято решение о фактической ликвидации более 10 шахт. Там даже приостановлен процесс откачки грунтовых вод. Все люди в простое, работают только начальство и уборщицы. Как может быть и правда, переквалифицировать шахтеров и металлургов в музейных работников и экскурсоводов – это выход. Эту землю превратили в полигон для российской армии. То есть и на неразорвавшихся снарядах, и на неразорвавшихся боеприпасах еще много лет будут подрываться люди. Но только идиот способен туда поехать, в этот туристический кластер. Своеобразную альтернативу туристическому мега-проекту Кобзона предложил легенда российской журналистики Александр Невзоров. Если там захотят устроить парк аттракционов, развлечений, то кого-то из донбассцев переоденут бедными свирепыми хохлами, кого-то переоденут храбрыми освободителями. После трех лет оккупации Кремлю проще превратить захваченную зону в кровавый сафари-парк. Вероятно, они уже столько приложили усилий для того, чтобы превратить Донбасс в такую страшную, разгромленную, разбитую зону, что действительно, по идее, это очень годится для того, чтобы там возили в джипах туристов. И, возможно, за отдельную плату из этих джипов можно было бы стрелять, я уж не знаю, там, пейнбольными или реальными пулями по злым хохлам. В этой горькой шутке есть доля правды. Российские военные, заполонившие Луганск и Донецк за последние три года, по кремлевской легенде, отпускники – такие себе экстремальные туристы. Правда, пользы оккупированной территории это не принесло. Последствия таких туристических проектов Москвы Донбасс расклебывает до сих пор. Узнать, готовит ли Иосиф Кобзон специальную программу для туристов в камуфляже в рамках громкого проекта индустриально-рекреационного парка «Донбасс Реалиям» не удалось. Он не в Москве сейчас, к сожалению, невозможно пообщаться. Андрей Дегтяренко, Данила Богачев, Дмитрий Торец, Евгений Головин. Донбасс Реалии. Радио Свобода.